Всем здорова! Очередные наши прошлые ставки успешно залетают из экспрессов. Пока, правда, частично. Ждем остальных боей на следующей неделе. По боксу Эдуард Кузьминов из лиги «Наше дело» одержал досрочную победу над Радмиром Диазом с коэффициентом 1,5. А также Даниал Т-34 Баев досрочно за рекордное время отправил в нокаут Дениса Зайца. Советую присмотреться в дальнейший боях Даниала, так как теперь у него появился новый менеджер Виталий Тарасов. Я заметил, что все бойцы под присмотром Виталия способны удивлять. Вспомним недавний бой Валерия Мясникова, с которым начал работать Виталий. Видимо, команда Тарасова уже системно научилась находить бойцов с хорошими перспективами и побеждают вместе с ними. Сегодня мы разберем турнир «Топ-док Проспект 15», который пройдет 10 декабря. Всего ожидается 9 боев. Большинство из бойцов – новички на «Топ-док». Из них много профессионалов и мастеров спорта. Ну и, конечно же, любители. Почти все коэффициенты на бойцов одинаковые. Минимальные коэффициенты начинаются от 1,75 до 2,15. Можно собрать очень мощный экспресс. Я поставил 1-1 на несколько боев. И первый поединок – это бой между не особо известными бойцами в индустрии и дебютантами в «Топ-док». Андрей Сотко-Столник против Анатолия Скала-Калмагорова. Для Андрея это первый бой на кулаках, но он уже имеет опыт в проф.ММА и по кикбоксингу, а также провел множество боев по карате. Во всех боях, что мне удалось найти, Андрей одерживал победу. А для его оппонента Анатолия Скалы-Калмагорова это далеко не первый бой на кулаках. Как мне известно, он провел уже более 4 боев на кулаках. Наверняка вы его уже видели, так как выступал он на хардкоре уже дважды. В обоих боях, к сожалению, проиграл, но позиция была достаточно сложной. Он дрался против победителя третьего сезона Даниила Бридова и в первом бою показал свой дух против полуфиналиста третьего сезона Магомеда Магаева. Думаю, что в этом бою опыт Анатолия даст о себе знать и он одержит победу. Сейчас он идет небольшим андердогом с коэффициентом 2.15, ставлю на него 2% от банка. Следующий бой, который я выкладывал в наш телеграм-канал, ссылка в описании, Денис Отморозов-Пилипчук против Рамазана Зулумхо Белокиева. Денис уже не впервые выступает в проспекте, запомнился многим фанатам. Его общий рекорд – 2 победы, 4 поражения и 1 ничья. Выступит против него Рамазан Зулумхо, дебютант в топ-док. Должен был он выступать еще в топ-док 17. К сожалению, боя так и не нашел, возможно, он не состоялся. Зато он успел выступить на хардкоре, где одержал уверенную досрочную победу. Он мастер спорта по ММА, кандидат по кикбоксингу, профессиональный рекорд его 6-0, начал он заниматься боксом еще с 10 лет. И, конечно же, мой прогноз победы Рамазана Белокиева, возможно, досрочная ставка 6%. Коэффициент на него опускается с каждым днем, с 2.7 до 1.9 на данный момент. Советую в дальнейшем следить за Рамазаном и пожелаем ему удачи. Следующий бой – Егор Фрольцов против Дмитрия Оландского барса Багаева. Егор выступал уже и в проспекте на сене, совсем недавно против Николая Учителя на голых кулаках. Егор, к сожалению, проиграл ему, а вот в проспекте одержал победу. Про его оппонента мало что известно, есть лишь информация, что он из Осетии выступал по боксу в одном из турниров. Думаю, что все же победа Егора Фрольцова более интересна. Боец довольно харизматичный, ему 21 год, а топ-док любит таких бойцов, и наверняка мы его не раз еще увидим. Коэффициент на его победу 1.75, ставлю 2%. Следующий бой – Тимур Курбанов и Батархан Кашен. Тимур Курбанов выступал в хардкоре, поправил ММА, проиграл нокаутом, и, как мне показалось, ударка не сильно на его сторона. А вот его оппонент Батархан имеет звание мастера спорта по боксу. Двухкратный чемпион Казахстана выступал в НОМАТ файтинге, где, к сожалению, тоже проиграл из-за травмы. Не буду пока ставить приматч, я хочу посмотреть, в какой форме выйдет Батархан. Как мне кажется, он больно заплывший, на длинной дистанции он может просесть. У этих бойцов разные весовые категории, Батархан крупнее, но все же казахская школа бокса должна не подвести. Можно залететь с небольшой суммой, коэффициент на него 2.15. Следующий бой – Данил Пряхин против Владимира Николаева. Данил не впервые дерется на топ-док, на его счету одна победа и два поражения. Он не имеет никаких регалий в спорте, в отличие от его противника Владимира. Он кандидат мастера спорта и имел опыт в выступлении на кулаках и в боксе. Рискнуть взять победу Владимира Николаева, он дердок в бою, коэфф на него 2.15, ставлю также 2% от банка. И последний бой также из моего телеграм-канала – Алексей Железный Григорьев против Джумали Латина Санайбиева. Джумали уже выступал в нашем деле, по правилам ММА проиграл досрочно удушением. Он мастер спорта, чемпион России по ММА, имеет большой опыт в боях. Алексей выступал когда-то на стрелке, он не имеет никаких званий и является любителем, как известно из интернета. Ну и разумеется, Джумали вижу фаворитом, Олимбет дает коэффициент 2.15 на его победу, ставлю 5% от банка. На этом все, насыщенный у нас получился сегодня прогноз, рекомендую не рисковать с экспрессами. Многие бойцы еще малоизвестны и как они себя правят под камерами нам еще неизвестно. Всем спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на канал. Впереди нас ждет еще прогноз на ТопТок 25, уже на сене. Всем пока и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok